Детское радио представляет Загадки большой энергии Тепло, свет, движение, вся жизнь — это энергия Она существует вокруг и внутри нас Ею пропитан весь мир В ее загадках берется разобраться шестиклассник Миша, который ходит в кружок юного физика А поможет ему в этом верная подруга, обыкновенная батарейка, которая живет в его мобильном телефоне Да-да, не удивляйтесь, вместе они способны раскрыть любые загадки Биоэнергия Батарейка, слушай А где можно поесть? После спортивных соревнований надо подзарядиться энергией А до дома еще не скоро доберемся Награждение только через час Где-где? В столовой Там можно и меня на зарядку поставить А то, Миша, ты постоянно только о себе и думаешь Хорошо, пойдем Вот когда я устаю, снова говорю, если он никаких нет Ты ворчать начинаешь Нет, ну вы только посмотрите на него Мою и твою энергию сравнивать глупо и смешно Ведь когда электрическая энергия заканчивается, это совсем плохо Я просто не включаюсь А твою биоэнергию легко пополнить Поел и готово Как ты сказала? Биоэнергию? А что это такое? Ну, я так назвала энергию, которую ты расходуешь каждый день Не на электричестве же ты работаешь Ну да, от розетки точно не подзаряжаюсь, как ты Ну, так я энергию-то из еды получаю, а еще от сна Когда хорошо поспишь, а потом хорошо поешь Как много сил сразу появляется, столько дел можно сделать У-у-у, ты думаешь, поел и все? Но в человеческом организме еще очень много всего происходит, прежде чем твой обед становится энергией Не то что у нас Хм, батареек Все просто и понятно Ну, мы в школе проходили Там в клетках штуки есть специальные, из которых энергии образуются Кошмар! Какой кошмар! Как тебе с такими знаниями пятерку поставили? Даже я знаю, у вас внутри триллионы клеток А внутри у них есть молекулы, при разрыве которых выделяется энергия Точно! У этих молекул название еще есть очень сложное Оден, аденза, тьфу-ты, не помню Вот именно, Миша! Связи внутри этих молекул слабые Но энергии в них спрятано много Поэтому, когда клетки твои дышат, связи эти рвутся и происходит выделение энергии Ух ты! Я даже не думал, батарейка, что все так непросто устроено Получается, что человек не вырабатывает энергию, а делает это его клетки, каждая по отдельности Правильно! А когда растения дышат, тоже ведь энергия получается, да? Ха! Это ты про фотосинтез? Наверное У растений все еще интереснее Вот ты, когда дышишь, потребляешь кислород, а выдыхаешь углекислый газ Только так ты сможешь энергию получать А у растений все наоборот Они кислород выдыхают Поэтому там, где много растений, много кислорода и всем хорошо И зеленые леса в тропиках или в Сибири называют легкими планетой Потому что они дышат и всю землю кислородом обеспечивают Верно! Зеленые растения преобразуют световую энергию в химическую То есть, за счет света они получают энергию, которая им необходима для жизни И заодно выделяют кислород А потом этими растениями питаются травоядные животные И это уже как с человеком получается? Ну да! Для травоядных растения это такое же вкусное блюдо, как для тебя котлеты с макаронами Ого! Но в какой-то момент и сами травоядные становятся пищей Для кого? Для хищников, конечно Им недостаточно растениями питаться Таких зверей еще по-другому называют платоядными Неспроста ведь А хищников кто-нибудь ест? Ха! Да кто же их съест? Хищники! Это, как правило, последнее звено в пищевой цепи Где-где? Ты не знаешь, что такое пищевая цепочка? Ну ты меня совсем огорчаешь Пищевая цепь – это когда по порядку все друг друга едят То есть очередь на обид? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну ты шутник, Миша! Нет, конечно! Это такой круговорот всего в природе Ну, например, трава получает энергию от солнца Потом зебра какая-нибудь съедает эту траву И тем самым тоже получает энергию А потом – пац! И эту зебру съедает лев И он тоже получает энергию Ого! Настоящее путешествие энергии от солнца к животному Но хищник же не может ее вечно накапливать Да и никто вообще не может Ну, конечно, батарейка Поэтому ее надо тратить И как же ты ее тратить будешь? Ну, ясное дело Учиться буду, чтобы мозг работал Еще на тренировку пойду В спорте без энергии вообще никуда И это все? Организм человека не только на прыжки и мысли энергию расходует Эта механическая работа – лишь часть того, для чего энергия пригождается А для чего же она еще нужна? В организме человека постоянно что-то происходит Одни вещества превращаются в другие Что-то расщепляется, что-то образуется новое Клетки обновляются Всего даже не перечесть Это за счет энергии происходит? Ну, конечно И желудок еду переваривает И сосуды кровь переносят И сердце бьется И легкие дышат Для всего этого нужна энергия А мышцы? Мышцам тоже? Естественно Еще как нужна Вот ты бы, если не ел несколько дней перед соревнованиями Смог бы так хорошо выступить, как сегодня? Да, ты права, батарейка Но на этих соревнованиях я, кажется, всю-всю свою энергию потратил Если я сейчас не поем, то совсем упаду А мы уже в столовую пришли И не забудь меня тут на зарядку поставить А я тебе песню за это включу Ура! Наконец-то я тоже сейчас заряжусь едой под музыку Так, чтобы съесть Днем погожий магазин Тороплюсь я, что и сил Там огромный грузовик Груз стресс особый Леденцов красивых ряд Пастила и шоколад Только нет, не леем, нет Вкус сапунки сдогной Пулочка с ворогом Стоит недорого Пулочка с ворогом Счастье мое Пулочка с ворогом Как это здорово С яблочным соком Скушать ее Словно только из печи Пирожки и кулачи Плюшка с сахаром И кекс Выбирай, что хочешь Просит маговый рулет Съешь меня ты на обед Только пулку с ворогом Я возьму и точка Пулочка с ворогом Стоит недорого Пулочка с ворогом Счастье мое Пулочка с ворогом Как это здорово С яблочным соком Скушать ее Дайте мне, пожалуйста, Пулочку с ворогом Хочу пулку с ворогом Я хочу пулочку с ворогом Пулочку с ворогом хочу Пулочку с ворогом Пулочку с ворогом, пожалуйста Я хочу пулочку с ворогом Пулочка с ворогом Стоит недорого Булочка с ворогом Счастье моё! Булочка с ворогом Как это здорово С яблочным соком Скушать её Или с молоком Скушать её В днях! Загадки Большой энергии Посмотри, батарейка Затем столом Это не руководитель нашего кружка Юных физиков сидит Клим Дмитриевич Он! Вот к нему подойди со своими вопросами Приятного аппетита, Клим Дмитриевич Ой, Миша, здравствуй Спасибо, я уже почти поел Ты как здесь? У нас соревнования были Я забежал перекусить И пока сюда шёл Мы думали, как человек энергию использует Вы думали? То есть вы всей командой здесь? Да нет Ребята не проголодались Меня проводили и дальше пошли гулять Кстати, почему они ещё не проголодались? А я уже так есть хочу Получается, у одного человека больше биоэнергии А у другого меньше? Как ты сказал? Биоэнергия? Вообще говоря, это слово немного другое означает Не энергию внутри человека А внутри всего живого Когда ты на костре воду кипятишь Ты биоэнергию дров используешь То есть никакой живой энергии не существует? Нет, не существует И люди, и животные, и растения Запасают энергию в химических связях Вот какие ты знаешь виды энергии? Кинетическая, потенциальная, электрическая Тепловая энергия есть Кинетическая энергия нам не подходит Правда? У нас же нет внутри какого-нибудь органа Который бы как мотор всё время вращался И мы бы от него только всю энергию получали Тепловая тоже не подойдёт Мы же не нагреваемся после обеда сразу А потом не остываем Ну и не электрическая, конечно Тоже не подойдёт Мы ведь не от батареек работаем Остаётся химическая То есть чем больше химических связей у человека И чем они сильнее, тем больше у него энергии? Да, но не менее важно научиться её из этих связей доставать У человека, который долго и упорно занимался Энергия в организме превращается в ту, которую удобно использовать Быстрее и эффективнее Из-за чего он долгое время не устает То есть я тоже, если буду чаще ходить на тренировки, долго не буду уставать? Конечно, Миша Со временем именно так и будет А нельзя просто больше есть? Разумеется, нет Энергия либо перерабатывается, либо остаётся в организме И накапливается в виде жировых клеток Если ты будешь только есть, твой организм постепенно разучится перерабатывать И будет только накапливать И тогда ты, наоборот, начнёшь больше уставать Но, Клим Дмитриевич Ведь для чего-то же жир существует в человеке? Да, наш организм расщепляет молекулы Вырабатывая из них энергию И используя простые вещества для построения самого себя В трудные времена, когда энергии поступает немного Он обращается к запасам, которые были раньше не использованы А растения как? Они же не едят никого И жира у них нет Они из воздуха энергию получают Из воздуха? Да, и от солнца Как солнечные батареи Только намного лучше Растения лучше солнечных батарей? Да Оказалось, что растения вовсю используют технологии Которым люди ещё не научились На оболочке клеток сидят молекулярные машины Которые помогают при фотосинтезе собирать энергию Молекулярные машины? Вы, наверное, шутите, Клим Дмитриевич Нельзя же сделать такую маленькую машинку из молекул? Я не шучу, Миша Учёные действительно называют некоторые молекулы машинами Эти молекулы большие Их части могут двигаться, как руки у какого-нибудь робота И переносить другие молекулы поменьше Учёные сейчас работают над подобными технологиями Которые называются нанотехнологии Наверное, слышал А растения придумали их ещё миллионы лет назад Круто! Это как игра в магазине Где надо мягкую игрушку из кучи достать Только такие молекулы стоят в ряд И передают друг другу энергию Как в игре горячая картошка? Или как в футболе Потому что для получения энергии Разные молекулы играют как команда Первая ловит свет и достаёт из воды заряженную частицу Потом идёт целая серия передач энергии от одной молекулы к другой И в конце получается молекула, в которой запасена энергия упавшего света Она называется АТФ За миллионы лет эти ребята здорово сыгрались И почти не совершают ошибок при передаче А голы-то в этой игре бывают? Или они только и делают, что пасуются? Молекула АТФ – это и есть гол и главная победа команды под названием фотосинтез Эта молекула хранит в себе энергию не только солнца Но и почти всех животных и растений В теле взрослого человека примерно четверть килограмма АТФ У нас, правда, их производит не команда фотосинтез Мы для её получения не энергию света используем А энергию того, что съели Ух ты! И получается, что мы как робот какой-нибудь из деталей состоим Да, из органов А те, в свою очередь, из клеток И каждому маленькому кирпичику, из которого мы состоим, нужна энергия Хорошо Если органы – это детали То руки и ноги тогда что? Рычаги Вот смотри Ты сейчас на стуле сидишь Держи спину прямо А ноги поставь поперёк пола Но чтобы они, как ножки стола, в него упирались Смотри правило Ноги под себя, под стул Двигать нельзя Наклоняться вперёд тоже нельзя Попробуй встать так Запомнил? Спина прямая и вертикальна Ноги тоже в пол вертикально Получается? Вот то-то же У меня получится Нет, не получится Наши руки и ноги – такие же рычаги И если сделать так, что нам не за что будет тянуть Никакого движения не будет Если наклониться вперёд То одна часть тела будет по одну сторону рычага А вторая – по другую И ты легко встанешь Если ноги под себя пододвинешь Появится плечо рычага И мышцы, потянув за это плечо, тебя поднимут А пока плечо нулевое, встать не можешь Я всё равно смогу Если жульничать не будешь – не получится Можешь ещё попробовать, а мне идти нужно Завтра в кружке юных физиков увидимся Можешь там всех удивить До завтра! До завтра, Клим Дмитриевич! Рычаг, плечо, плечо рычага Прямо какая-то геометрия А и мы сидели на трубе А и мы сидели на трубе Мы с тобой идём по кругу Что-то ищем, не найдём Нарисуем, посчитаем А потом опять затрём Параллельными путями Видно двигаемся мы Слишком разные отрезки Слишком острые углы Вот такая геометрия А Мы совсем как А и Б А и Б Только вот никак не можем Уместиться на трубе Е-е-е-е Вот такая геометрия А Мы совсем как А и Б А и Б Только вот никак не можем Уместиться на трубе А и Б А и Б Сидели на трубе А и Б Сидели на трубе Самой сложной теоремой Мы ведём учёный спор Вот кто знал бы И, наверное, посмеялся Пифагор Из одной исходной точки Я в другую не дойду Оказались мы у строгой В геометрии в длину Загадки Большой энергии Видишь, батарейка Неправильно Заназвала мою человеческую энергию Биоэнергией Клин Дмитриевич Из нашего кружка Яных физиков Сказал Что биоэнергия Это энергия того Что человек использует Как топливо Пока вы там обедали И болтали, Миша Я тоже времени зря не теряла И почитала про биоэнергию В интернете Хорошо, конечно Что ты меня на зарядку поставил Я теперь полна сил И столько тебе рассказать могу То есть ты не слышала Клима Дмитриевича Когда он говорил Что вся человеческая энергия В химических связях запасается Конечно слышала И кстати Не только человеческая Но и у всех других Животных, растений И даже Водорослей Водоросли тоже энергию запасают А ты как думал Из них даже Научились электричество получать С водорослями все-таки проще работать Чем с другими растениями А делают они то же самое При этом Не занимая много места То есть можно создать Электростанцию водорослей Которая будет вырабатывать энергию? Да, можно Я вот прочитала Что в Соединенных Штатах Америки Есть пруд под открытым небом В котором специально выращивают водоросли А потом из них делают топливо Из которого в итоге получают энергию Вот такое топливо называют биотопливом Постой, но ведь водоросли любят тепло, да? Как много ты знаешь, Миша? Да, любят Тогда в таких прудах не должно получаться Хорошо их выращивать Ведь погода может поменяться Сегодня тепло, завтра холодно И тогда все Правильно Именно поэтому-то и существуют Такие штуки Как малые биореакторы И это, можно сказать Такие закрытые бочки В которых прекрасно растут водоросли Подожди, батарейка А в итоге эти водоросли Они как топливо? Ага А в больших биореакторах Не только водоросли используются Могут быть разные биологические отходы И даже навоз Ха-ха-ха-ха Да-да Туда добавляется вода И при достаточно высокой температуре Все это перемешивается недели две Так долго? Ну а ты как хотел Зато потом Получается биогаз На котором всякие приборы работают Ничего себе Даже из отходов энергию можно получать И энергию И пользу А какую еще пользу? Ну, биореакторы Используют, чтобы культивировать То есть выращивать Разные полезные растения Или бактерии В самых идеальных для них условиях То есть в наиболее подходящих Да Так, например С помощью биореакторов Создают некоторые лекарства Ничего себе Вот так штука эта биоэнергия Слушай, батарейка А торф, на котором работают Некоторые тепловые электростанции Это тоже биотопливо? Да Торф, по сути Это то, что осталось После перегнивания Остатков болотных растений А раз так То можно назвать его биотопливом Только я слышал, что его не сильно используют Ты прав В основном Тепловые станции работают на угле Или природном газе Но есть и на торфе Это очень удобно в тех районах Куда еще газ не провели Запасов торфа в нашей стране немало Правда, тепла от его горения Конечно, не так много Как от природного газа Ведь газ и нефть Тоже появились из-за перегнивания растений? В принципе, да Принято считать Что нефть с газом Получились из останков Древних растений Животных Или еще из чего Но правда Они так сильно разложились Что растительных остатков Там в помине нет Как, например, в торфе или угле Поэтому Некоторые ученые спорят О происхождении этих природных ископаемых Удивительно Нефть и газ Это тоже биотопливо А еще сжигают дрова И они биотоплива Они же тоже из деревьев То есть из растений состоят Конечно, Миша А когда их сжигают В печке, на даче или на костре Получают тепловую энергию А ее, как ты знаешь Можно и в электрическую преобразовать Получается, что мы можем Биоэнергию вообще из всего создавать Ну, не из всего Это ты переборщил Ну, я имел в виду Что очень много всего вокруг нас Из чего мы можем получить энергию И при этом У людях самих тоже энергия есть Это так интересно Несмотря на то Что, казалось бы, очень сложно Загадки Загадки Большой энергией Большой энергией А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...